61 место из 81 в рейтинге инвест климата. Если вспомнить предпоследнее место в прошлом году, сразу хочется жить. Но проблем еще много, в первую очередь по деньгам. Край выделяет бизнесменам около 80 тысяч грантовых рублей. В прошлом году цифра переваливала за сотню. Вроде бы центры поддержки предпринимательства или там советы созданы в каждом районе, но некоторые, по-моему, забыли, для чего они созданы. И живут параллельной жизнью. Предприниматели своей жизни живут, советы живут своей жизнью. Зато на Анонский район бизнесмены не могут налюбоваться. Его глава знает наизусть всех своих предпринимателей. Но и здесь есть свои проблемы. В частности, местная скотобойня, которую району сдают за 5 миллионов рублей, которых у него нет. Мясо за копейки продают закупщикам. Лошади у нас, они даже их вывозят в Казахстан. Уже другая республика. Потом приходят у нас в Якутии, с Хабаровска, приезжают много в Лукфу. И вывозят. Если бы было, я говорю, опять проблема. Был бы убойный цех, у нас бы уже, наверное, не было таких проблем. Приоргунский район тоже радует своими успехами. Но, по словам его главы, приграничное положение не столько помогает, сколько мешает. Недавно местные чиновники посещали китайский город Аргуне. С их слов, он зарабатывает на туристах 5 миллиардов юаней в год. В прошлом году у них было желание у 100 тысяч китайцев посетить приграничные территории Российской Федерации. Если бы 100 тысяч китайцев заехало в течение трех месяцев летних в Приоргунск, ну, я не знаю, это был бы просто, наверное, взрыв. Это в пределах одного миллиарда рублей бы они оставили, как минимум. А для этого, говорит глава района, надо исключить Приоргунск из приграничной зоны, где по российским законам на иностранцев налагается ряд ограничений. В ответ региональные чиновники только пожимают плечами, кто будет переносить приграничную территорию по воле одного районного главы.